Братья и сестры, Христос воскрес! Слава Богу, присаживайтесь. Желание моего сердца прочитать один отрывок, два стиха из Евангелия от Яна, 11 глава, 25 и 26 стихи. Яна, 11 глава, 25 и 26. Иисус сказал, «Я есть ему воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Как мы знаем, братья и сестры, эти слова были сказаны Иисусом Христом Марфе в контексте тех событий, когда умер брат ее, Лазарь. Но написано, что до этого Мария и Марфа отправили к Иисусу известить его о том, что Лазарь, брат их, болен. И вот пришли к Иисусу и говорят ему об этом, на что Христос ответил, «Эта болезнь не к смерти, а к славе Божьей». И там же написано, Иоанн подметил, что Иисус Христос любил не только Лазаря, но и Марфу, и Марии, потому что эти люди сказали, «Тот, которого ты любишь, болен». И Иоанн сказал, что Христос любил и Марфу, и Марию, и Лазаря. Библия этим нам показывает, что в ответе Иисуса не было ни тени, какой-то беспечности или равнодушия к просьбам Марии и Марфы. Но наоборот, любя их, Христос их подготовил, подготавливал к очень величайшему событию, чудо воскресения Лазаря. Для того, чтобы это случилось, Христос пробыл в том же месте, где Он находился еще два дня. По этой причине у Марфы и Марии возникли такие, как бы, негодования даже, претензии к Иисусу. Почему Он так медлил? Из этого Лазарь умер. Но Христос, при встрече, когда встретился Христос, Марфа говорит Иисусу с восклицательным даже знаком, говорит, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер, брат мой, но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог». Но даже при этом заявлении Марфы, мы видим, что Марфа не готова была верить в то, что Христос силен воскрешать из мертвых Лазаря. Поэтому Христос в этом дальше, как бы, события продолжаются, и Христос спрашивает, «Где Его вы погребли?» И они Ему показывают, а Христос говорит, «Отнимите камень». И мы видим, как Марфа дальше продолжает так же мыслить в своем маловерии и говорит Христу, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как Он во гробе». И здесь Христос опять напоминает Марфе о вере, которую сегодня нам напоминает. И очень важно для нас это. Христос говорит, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» О чем и брат Владимир Владимирович читал сегодня утром, что увидишь славу Божию, но это можно делать только верой. Поэтому Христос говорит ей, «Увидишь славу Божию, если ты уверишь». И по молитве Иисуса Христа сила Божия воскресила Лазаря. И мы дальше читаем, что многие из юдеев уверовали в Иисуса Христа, но фарисеи и первосвященники искали, как бы его убить. Почему же этот вопрос был настолько важен Иисусу Христу, что Он задал этот вопрос Марфе? «Веришь ли сему? Чему?» Иисус Христос сказал эти слова, что «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет». А для этого нам необходимо верить всем сердцем, верить сему. Вообще, вера воскресения из мертвых всегда во все времена трудно давалась логике человеческой. Мы это видим на примере Марфы, мы это видим на примере Фомы, потом во времена апостолов, потом во всей истории христианства и даже в наши дни. Поэтому этот вопрос, он сегодня звучит и для нас. Иисус Христос хочет каждого из нас спросить, «А ты веришь ли сему?» Можно поспешить и ответить, что «Да, верю». Ну а если нам вдуматься, на самом деле, что произошло там на Голгофе, а потом через три дня, что Христос воскрес из мертвых, если нам только вдуматься в этом, то будет ли наш ответ настолько же утвердительным, уверенным к Богу? Как я уже сказал, это трудно, логике подается человеческая, но именно эта вера и способствует тому, чтобы мы могли увидеть славу Божию, силу Божию. Поэтому да поможет нам Бог, чтобы этот вопрос не покидал нас и сегодня на нашем богослужении, когда мы будем слушать участие, когда мы будем слушать проповеди, чтобы этот вопрос лично каждому из нас касался. Иисус Христос, как задал его вопрос Марфе, так и нам задает, а ты лично веришь всему. И да поможет нам Бог, чтобы мы могли дать такой же ответ, искренний, как когда-то отдал ответ отец юноша, одержимого духом немым. Он воскликнул со слезами и сказал, «Верю, Господи, помоги моему, не верю». Нам необходимо понять, сознавать то, что наша вера нуждается в помощи Божьей. И только тогда она будет возрастать все больше и больше, и Иисус Христос будет всячески этому содействовать, чтобы вера наша возросла. Да поможет нам Бог в этом, братья и сестры. Аминь. Аминь. Аминь.